Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Любовь Курьянова в этом выпуске. Музыкально-драматический спектакль «Маяковский» был представлен 129-летию со дня рождения поэта. Детское архстояние, чем удивили зрители на фестивале ландшафтного искусства. Уникальные экспонаты резной пластики были представлены на выставке «Красота резного образа». А сейчас мы подробно об этих и других настиг. Фонд «Русский мир» и Россотрудничество подписали двухстороннее соглашение, объединив усилия по продвижению русского языка. Подробности в репортаже. Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству и фонд «Русский мир» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под соглашением поставили председатель правления фонда «Русский мир» глава комитета по науке и образованию Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Никонов и руководитель Россотрудничества, заместитель министра иностранных дел России Элеонора Митрофанова. Она выразила особую заинтересованность в сотрудничестве с фондом «Русский мир» на территории республик бывшего Советского Союза, входящих ныне в Содружество независимых государств. Подписанный документ позволит эффективно координировать усилия двух организаций в сфере популяризации русского языка и литературы – многонациональной культуры народов России, поддержке программ изучения русского языка за рубежом. Первое соглашение между Россотрудничеством и фондом «Русский мир» было подписано в 2009-м и успешно реализовано. Подписание нового документа стало логичным продолжением совместной работы. Соглашение составлено с учетом общности целей и задач преследуемых сторонами и зафиксированных в уставах двух организаций, стремящихся к укреплению позиции русского языка в мире, продвижению русской культуры и объективного представления о современной России за рубежом. 19 июля в день рождения Владимира Маяковского на сцене Московского театра «Луны» состоялся специальный показ музыкально-драматического спектакля «Маяковский», приуроченный к 125-летию со дня рождения великого поэта. Жизнь Владимира Маяковского была борьбой от начала до конца в политике, в искусстве, в любви. Его стихи неотделимы от его жизни. Уже раннее творчество поэта ставило своей задачей эпатировать общественность. Отсюда необычность художественной формы и резкость содержания работ автора. Однако за этим грубым воинственным фасадом можно разглядеть и другого Маяковского – рыцаря-романтика, сумасшедшего влюбленного гения. Таким видит поэта Андрей Школдыченко, исполнитель главной роли музыкального спектакля «Маяковский». Мне кажется, он был очень добрый и мягкий, несмотря на то, что когда он находился на публике, это был как горлан, главарь с жестким жестом, с острым словом, никогда не лез за словом в карман. А вне публики это уже мягкий и человечный. Спектакль поставлен к 125-летию со дня рождения поэта. Городской мюзикл «Маяковский» – это попытка художественно переосмыслить его идеи и жизнь, а также понять, какое Маяковский нашего времени. Гениальный поэт, рупор эпохи, продолжатель великих традиций русского литературного языка. Андрей Школдыченко в роли Маяковского очень убедителен. Рост, шляпа и плащ и даже по темпераменту поэт представляется именно таким, как в спектакле. Изучал все, что, мне кажется, есть. У кого какая литература, спрашивал, интернет перекопать обязательно, какие-то передачи, лекции. Опять же, помимо тех произведений, которые звучат у нас в спектакле, помимо этих произведений, еще и дополнительно, чтобы как-то больше в себя впитать самого Маяковского эпоху, его жизнь. Поэтому читал, все в себя впитывал, все, что только можно. Живая музыка, костюмы, декорации – все создает реалистичную атмосферу 20-х годов прошлого века. Времени, когда великий поэт Маяковский творил не только свои стихи, но и целую эпоху. Только ему в этой эпохе места и не нашлось. Елена Попова, Ирина Бурьянова. Специально для телеканала «Русский мир». Ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», который проходил в Калужской области – это мероприятие для детей и их родителей, посвященное незаурядному отдыху разных поколений в пространстве искусства. Детское «Архстояние» – один из самых больших фестивалей для детей и родителей. Здесь всех членов семьи призывают к совместному творчеству на природе. Родители получают возможность почувствовать себя снова детьми, а дети – такими разными взрослыми. В этом году тема фестиваля была «Я иду искать». Искать можно было разные объекты, спрятанные авторами-художниками по всему так называемому «Версалю» – шафтному парку в Никола-Ленивце. Поисковые арт-походы были тщательно проработаны организаторами и адаптированы для детей всех возрастов. Таким образом юные первооткрыватели могли отправиться в приключения без родителей. На каждом шагу детей ждали перформансы, акустические выступления и задания авторов маршрутов. А после маршрутов все были приглашены на факельное шоу. Дети младшего возраста держали в руках звездочки из соломы, которые они сделали еще днем, а взрослые несли в руках горящие факелы. Шествие получилось очень торжественным и веселым. Было ощущение настоящего волшебства, на небе была гроза и гром и молния, и дети несли на палочках звездочки. И им, мне кажется, очень удалось поверить в то, что вся процессия этого факельного шествия, которая шла к пруду, чтобы освободить оттуда звездочку, упавшую с неба, она необходима. И что эта звездочка есть в пруду. Я тоже шла с факелом, я обернулась, и я не могла поверить, что столько людей действительно в этом участвует. После шествия начался показ мультфильмов под открытым небом от Москино. Показывали старые добрые истории про Винни-Пуха, Маугли и Алису Селезневу. Зрители разместили на поляне, где стульями служили кубики из сена. Кстати, еще одной новинкой фестиваля стала поляна «Лабскейп». Впервые за 20 лет ее заполнили примерно сотни сеновиков, дав объекту забавное название. Сеновики выходят на солнечную поляну, когда захотят. Что еще у нас нового есть? У нас был цирк, самый нежный, самый крутой и единственный в мире цирк для хулиганов. Артисты не только покорили зрителей своим мастерством, но и показали веселые и познавательные мастер-классы по жонглированию и акробатике. На протяжении всего фестиваля работали детские мастерские от Музея Москвы, Государственного центра современного искусства, Музея русского импрессионизма и проекта синхронизации. Здесь, на территории огромного ландшафтного парка, площадью около 650 гектар, у всех посетителей есть возможность для творческих экспериментов и поиска нестандартных решений в разных областях. Фестиваль для взрослой аудитории «Архстояние-2018» пройдет в последние выходные июля. Тема этого года – со-здание. Активно и весело проводят каникулы и дети американского города Хьюстона. «За лето вокруг света» – так называется программа ежегодного детского лагеря в русской школе. Пока классы русской школы Хьюстона готовятся к новому учебному году, дети не теряют времени даром и ежедневно посещают познавательно-развлекательные занятия летнего лагеря при русской школе. В этом году для ребят придумали программу «За лето вокруг света» – путешествие по странам и континентам. Каждая неделя посвящена изучению традиций, культуры и языка разных стран. Занятия проходят на русском языке. Первая неделя летнего лагеря русской школы была посвящена России. Дети выучили стихи и песни о России, исполнили хором «Калинка-малинка», научились рисовать и расписывать тарелки под гжель. Следующая неделя была посвящена Китаю. Дракон, фонарики, китайская живопись, китайские традиции, китайские иероглифы стали непременными атрибутами китайской недели. Интересный рассказ об истории, культуре и традициях Азербайджана подготовила Зульфия Самедова, мама одной из учениц русской школы. Зульфия принесла бытовые предметы старины. Традиционный платок, знаменитый гранатовый сок, который отведали и дети, и родители. Не менее увлекательно прошли недели, посвященные Японии, Мексике и Бразилии. Впереди еще целый месяц лета, а это значит, что путешествие вокруг света продолжается. В Вологодской области в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике представили уникальные экспонаты резной пластики. На открытии выставки «Красота резного образа» побывала наша съемочная группа. Кирилло-Белозерский музей-заповедник на протяжении нескольких лет поддерживает выставочный проект экспонирования памятников из частных и музейных собраний. Эти ежегодные выставки, посвященные разным темам и получившие значительный резонанс, стали традиционными. Проект 2018 года «Красота резного образа» объединяет серию выставок как постоянных, так и временных. На этой выставке представлены предметы, памятники резной пластики в количестве около 500 предметов, охватывающих период с 11 по конец 20 столетия. То есть здесь практически представлены памятники 10 веков. К открытию выставки была приурочена научная конференция по теме «Красота резного образа». В работе конференции приняли участие лучшие специалисты в области древнерусского искусства, представители научных институтов, реставраторы, коллекционеры, которые выступили с докладами, посвященные памятникам церковного резного искусства, вопросам их изучения и реставрации. Мы изучали вещи, смотрели, насколько они, во-первых, подлинные, не подделки ли это. Но, например, о проблемах атрибуции можно рассказать на примере Николы, святителя Николая, в иконографическом типе Зарайский, вот в этом красивом киоте со створками. Дело в том, что сама скульптура 17 века в процессе бытования, вероятно, у Николы была утрачена правая рука, несколько позднее заменена, и уже другой атрибут у нее появился, то есть другой вид. Кисть руки была сделана благословляющим жесте. А иконографию Николы Можайского мы знаем, когда в одной руке у святителя меч, а в другой – храм или град. Здесь же рука получилась благословляющим жесте, а другая рука, которая родная, сохранилась, и там изначально был град, который тоже был утрачен, туда было специально сделано отдельно и вложено Евангелие. И получился совершенно другой иконографический тип Николы Зарайского. А мы знаем, что в 17 веке скульптуры Николы Зарайского не было. То есть живописное изображение было, оно очень древнее, а в скульптуре оно появляется гораздо позже. На выставке экспонируются предметы из музеев Вологды, Кириллова, Архангельска, Великого Устюга, а также многих частных собраний. Светлана и Угорица – частные коллекционеры из Италии, которые уже около 20 лет специализируются на иконах Ветковско-Стародубского региона. Но в их коллекции нашлись интересные экспонаты и для этой выставки. Вот это, которое видите за нами, это последнее приобретение, которое было недавно. И очень редко, потому что это полная доска дерева, не левкас. И это находится очень редко. Поэтому мы очень довольны, что приобрели. Еще у нас складень, складень 18 века. Ну вот по поводу скульптуры Николая Угодника, который помещен. Там какие-то небольшие споры, но мы его очень любим. И мне кажется, что он вписался в эту выставку. Многие памятники выставлены здесь впервые. Прошли многолетнюю реставрацию и представляют уникальные образцы деревянной пластики. Дерево – это уникальный материал. Но самое интересное, наверное, многие памятники доходят до нашего времени чудом. Чудом оказываются спасенными. Один из особенных экспонатов этой выставки – на престольный крест начала 16 века из собрания Кирилла Белозерского музея-заповедника. Резные иконы, киоты, кресты, фрагменты орнаментального и скульптурного декора иконостасов, произведения церковной пластики – некоторые из этих образцов приходилось находить и собирать в экспедициях из заброшенных и разрушенных храмов и часовин. Кроме деревянной скульптуры представлены произведения резьбы по перламутру, кости и камню. В целом все памятники и признанные шедевры декоративно-прикладного искусства и не обладающие столь высокими достоинствами дают представление о богатстве и разнообразии резного дела. Выставка будет открыта для посетителей до 15 августа. С 10 по 16 сентября этого года в санаторно-оздоровительном комплексе Камча Фонд «Русский мир» и Фонд устойчивое развитие Болгарии проводят седьмой международный фестиваль «Друзья, прекрасен наш союз», который по традиции примет командой иностранных студентов, изучающих русский язык. Фестиваль станет для его участников площадкой дружбы, местом интересных встреч, пространством новых проектов, мостом в будущее. Участники и гости смогут погрузиться в культурную среду русского мира, за короткое время проверить на практике преимущества новых методик изучения русского языка и культуры. Помимо традиционных концертных выступлений пройдут занимательные конкурсы, соревнования, игры, встречи с известными людьми нашего времени, учеными, общественными деятелями и представителями творческих профессий. Для руководителей команд будет проведен семинар по методике преподавания русского языка как иностранного. И, конечно, будет время для отдыха, спортивных состязаний, отмена сувенирами. По итогам фестивалей каждый может рассчитывать на получение специального сертификата, подтверждающего его уровень владения русским языком. Солнечная Болгария ждет вас! Дорогие друзья, напомню вам, что наша телерадиокомпания проводит второй телевизионный конкурс «Корреспондент русского мира». В этом году установлена специальная номинация «Лучший сюжет о русском центре». Свои видеозаписи вы можете присылать нам на почту конкурссобакарускиймир.тв. Лучшие сюжеты будут показаны в эфире телеканала «Русский мир», а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая состоится в рамках 12-й Ассамблеи Русского мира. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». До новых встреч и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова